Извините, у России экономическая ситуация, по вашим оценкам, хорошая сегодня или тоже имеет тенденцию? Очевидно, что она ужасная. И, собственно, кроме напечатанных денег, которыми расплачиваются с ВПК, собственно, ничего не происходит. Ну как, страна находится в изоляции уже третий год. То есть, как вы думаете, какая ситуация экономическая? Ужасная? Она же обходит санкции как-то России. Ну, посмотрите, санкции – это не то, что там железный занавес. Вот прям кнопку нажали, бам, обвалилось, и все там умерли на утро. То есть, санкции, они работают. Более того, сейчас там готовится новый пакет санкций Евросоюза и так далее. То есть, просто это невозможно в один день всё сделать. То есть, более того, тем, кто готовит эти санкции, им невозможно даже понять, какие санкции эффективны и какие нет. И было очень много ошибок. То есть, поверьте, что таких специалистов, которые были, советологи, которые прямо детально понимали, как устроен Советский Союз, как устроена экономика, как устроена политика. Русатологов таких просто не существует. Просто про Россию на 30 лет забыли. Да и те советологи проспали, развал СССР, вообще не поняли, что произошло. Ну, как сказать, я скажу, что благодаря этим советологам этот развал и произошёл. Потому что, когда уронили финально уже цены на нефть до 6 долларов, то есть, понимаете, если вы не понимаете, как это повлияет на экономику и вообще на страну, вот 6 долларов или 26, ну, то есть, вот эти экономисты, советологи, они объяснили, что если это будет ниже вот этого, то страна на этом прекратит своё существование. Это для нас было неожиданностью. А для них это было ожидаемо. Сергей Викторович, нам тут в чате пишут, что пусть Россия проводит ядерные учения, это очень хорошо, на своей территории как раз пол России и разнесёт заодно. Потому что, как мы знаем, всё в России ржавеет, разворовывается, показываются мультики вместо реальности. И, кстати, очень многое из того, что я сейчас говорю, мы знаем лично от вас, как от человека, который непристо принимал участие в каких-то процессах. Так вот вы, например, рассказывали в интервью нам, что Шойгу возил кокаин самолётами МЧС, ну, вместо того, чтобы всё такое делать. Ну, это по версии Патрушева. Дело в том, что Патрушев арестовал самолёты, Патрушев возбудил это уголовное дело, и Патрушев посадил его первого зама, по-моему, на 14 лет, который освободился и случайно умер после этого от счастья. От счастья. Люди умирают не только от горя, но и от счастья. И вы же ещё пару лет назад в интервью говорили нам, что у Шойгу даже секретарша генералы, но тогда это звучало не так эффектно, как сейчас, когда вот страшенный просто коррупционный скандал, когда кошелька, первый зам Шойгу арестован в тюрьме, там какие-то многомиллиардные хищения, тоже на поставках, на вооружениях, и там любовница одна из секретарш Шойгу и генеральша и так далее, и так далее. Но я сейчас не об этом хочу спросить. Нам бы такую жизнь, да, Сергей Викторович? Живём скучно. Не то слово. Нет, вы сегодня, я смотрю, прям обзавидовались уже два раза. Обзавидовались всем, да. Ники Хейли, тут второй раз. Не то слово, да. Как эти живут там. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние российской армии сегодня? Что у них есть сильного, что у них есть слабого? Да, вопрос. Сергей Викторович пошёл думать, как он оценивается. Я вас не слышу, сори. Да, да, Сергей Викторович. Всё это я вас не слышу. Это Путин. Это выйти и зайти, это происки. Может, это Си в комнату зашёл? Звука нет, не слышу. Выйдите и зайдите. Он же не слышит. Выйдите и зайдите. Одну секунду, прошу прощения. Друзья, зато у нас всё, видите, по-честному. У нас прямой эфир. Это точно покажем. Сергей Викторович, аккуратно там сидим. У нас прямой эфир не хухры-мухры, между прочим. Не лишь бы так. Не лишь бы где. Сто процентов, да. Друзья, зато... Я прошу прощения. Сергей Викторович, зато я говорю, у нас всё по-честному. Прямой эфир, и нас, между прочим, смотришь уже 22 198 злитей. Олесь, да, ты задаёшь вопрос про зама Шойгу. Я хочу спросить, удержится ли Шойгу? Я хотела не про зама, я хотела про состояние российской армии. Ну, если коротко, оно существенно ухудшилось после нападения, вероломного нападения на Украину. Существенно ухудшилось. Ничего, вот это вот все истории про то, что там на военные рельсы, промышленность и так далее. Вот, собственно, этот зам Иванов, который был арестован, собственно, вот такие военные рельсы, ну, просто раньше воровали там меньше, а сейчас вот эти военные рельсы позволяют воровать гораздо больше. Просто вагонами, знаете. Это уже не рельсы, это уже взлётная полоса. Это уже взлётная полоса. Поэтому дело в том, что все понимают, вот, ну, я думаю, кроме Путина, они понимают, что вот в краткосрочной перспективе, я имею в виду, вот просто при жизни вот этих людей, которые сегодня возглавляют Россию, изменить в лучшую сторону ничего не удастся. И, естественно, это провоцирует на что? То есть, ну, похищать больше, таскать там дальше и тому подобное. То есть, вот в этом смысле, ну, вы же видите, я смотрю там в Твиттере какие-то куски про российскую армию, но мы видим, что это те же разодранные танки, амуниция у военнослужащих, ну, извините, там, резиновые сапоги и так далее. То есть, понятно, что мотивации кого-то там вооружать, то есть, надо понимать, что вот в этот комсостав весь, во главе с Шойгу, они ни в какую победу, естественно, не верят. Не верят? Ну, нет, конечно. Ну, слушайте, вы когда со стороны и то не верите, а они внутри, тем более они, конечно, не верят, но как, они же понимают, что это невозможно. Какая может быть победа? Вопрос, да, может чудесным образом там Путин с кем-то договорится, а может и не Путин, а может кто-то. И вот как-то это всё устаканится. Знаете, вот авось, вот этот авось, он вот в данном случае просто на 100%. Просто если бы любого из них искренне не ответили, они бы сказали, ну, конечно, когда мы Украину не победим, ну, никакой НАТО мы не победим, ну, никого мы не победим. Ну, там в студии, конечно, Скобеева скажет, что мы всех победим, но, конечно, даже Скобеева понимает, что никогда никого мы не победим. А вот как-то там подкупить, кого-то коррумпировать, может договориться, того Макрона перетянуть, чтобы он как-то простил нас и сказал, ну, ладно там, не будем до Москвы, давайте вот в границе 91-го года. То есть какой-то вот картины целостной. Надо понимать, что Путин – это не тот человек, который объявляет свои цели. То есть это Путин – человек, который ничего никогда никому не говорит. По разным причинам. В силу того, что, первое, он сам не знает, что говорить. Второе, что он просто думает, если он что-то скажет, это как-то обернётся против него интриги и интриги, как в том анекдоте. И вот, собственно, я когда-то ему говорил, я говорю, слушай, ты вот там набираешь людей туда-сюда, а вот, в принципе, меня вот постоянно там спрашивали, а что шеф там, какие идеи, какие идеи, шеф-то что говорит, как, что будем делать-то, куда, на восток, на запад, что там, как надо, что, сдаваться идти, воровать, или что делать надо вообще, какая цель. Я говорю, слушай, ты должен объявить свои какие-то, ну, я не знаю, там, тезисы, что вот идея такая, капитализм, коммунизм, там, я не знаю, война, мир, банальные вещи простые. Кому не нравятся, свободные, кто нравится, поддержат и так далее. Он говорит, ты что, это что же я должен отчитываться, что ли, перед ними? И я вот прям запомнил, он мне говорит, может, мне и властью с ними поделиться? И на этом наша дискуссия была завершена. Тут потрясающий вопрос задаёт. Сколько Пугачёву лет, почему так мало таких мужчин? Ответьте на два вопроса. Почему мало, я не знаю, я думаю, очень много. А лет мне, да, седьмой десяток. Хочется спросить, с какой целью интересуетесь? Олеся, тут есть, ну, тысячи людей пишут, есть те, которые хотят что-то не очень хорошее написать, и решили написать так, пишут, они три еврея. Да, я понял. Знаете, то есть, учитывая, что у нас одни и те же прародители, то, в общем, в каком-то смысле да. А учитывая, что у нас аврамическая религия, то, в общем, Авраам, Исаак и Яков – это, собственно, конечно… Это наши общие родственники. Это мои прародители, в прямом смысле. Има, так мы что, можем претендовать на немножко миллиардового Сергея Викторовича? Какие вы наследники? Да, я к этому… Наследники, вы что думаете, вы что, мои дети, что ли, приемные, наследники? Нет. У меня шесть детей и семь внуков, послушайте. Ничего, мы будем восьмым и девятым. Я подумаю после эфира. Сергей Викторович, вы Шойгу лично хорошо знаете? Замечательно, да, конечно. А что он за человек вообще, если можно это чмо назвать человеком? Слушайте, ну, я рассказывал в интервью, что я о нем думаю. Ну, сильно ничего не изменилось. То есть, он такой человек, знаете, он, с одной стороны, такой тщеславный. Сейчас он, я смотрю, он такой обветшал. То есть, он уже по-другому выглядит даже. То есть, он раньше, в общем, был такой лощеный. Он любил там это, всегда у него камеры с собой, когда он МЧС и прочее. Он же стал буквально один из, я думаю, он один из самых, может быть, самый старый министр в России. Да. Он же был совсем молодым, там, комсомольским лидером. Он мне рассказывал, он там возглавлял какое-то трество в Абакане. Потом, собственно, он попал. Он был на выборах, там, хотел стать президентом, то, увы, проиграл. Потом попал, собственно, по комсомольской линии, скажем так, в Москву. И вот возглавил, собственно, МЧС и продвигался. То есть, ничего такого выдающегося. Ну, действительно, я очень много времени общался с ним. И так, и сяк, по разным поводам, скажем. Ну, в основном, конечно, неформально. Но сказать, что, ну, знаете, вот такой Краснобай. То есть, это человек, который, ну, на мой взгляд, сейчас я вижу так периодически, опять же, где-то там в Твиттере, вижу его какие-нибудь там глупые выступления. Ну, во-первых, человек не военный и совершенно там не про это. Ну, он же это всё понимает. То есть, его, я говорил как-то, он же был губернатором Московской области. Это был предел мечтаний. Пенсия, деньги, рублёвка, продажа участков. И вдруг его там Путин выдернул, сказал, будешь министром обороны, недолго, подберём нового, как обычно. И вот он вот уже на войне. Понимаете? То есть, у него все его перспективы, так сказать, накрылись. Поэтому это ему оптимизма не придаёт. А денег у него и до Министерства обороны было больше, чем у любых олигархов. Поэтому, что это за человек? Ну, вот такой человек. А что, сбросят его сейчас в свете скандала с его замом? Я не думаю. Я не думаю. Это ничего не меняет. Скорее всего, кто-то займёт… И, кстати, это интересно. Дело в том, что, смотрите, сегодня, учитывая, что инаугурация, исходя из этого должно правительство в отставку, вот исходя, кто появится, кто новый, ну, кто в том числе займёт место этого Иванова, вы поймёте, кто, так сказать, банкует. Потому что новый Иванов или Петров, который будет на этом месте, он ровно будет продолжать всё то же самое, только с удвоенной силой. Поэтому и вот… В другом направлении. Просто в другую сторону, и всё. То есть в этом смысле… Ну, Шойгу в этом и не нуждается, поверьте мне. Он ещё может продемонстрировать кого-нибудь. Мы сейчас обязательно зададим вопрос о фильме «Мария Певчих. Предатели», который вы наверняка посмотрели, три серии. Кстати, она показала отрывки из нашего с вами интервью, предвоенного ещё, и не могла не показать, потому что интервью, которое вы мне дали тогда в Ницце, ну, на него ссылаются все, это наглядно вообще демонстрирующее интервью «Нравы путинского и допутинского времени в России». Это интервью, я напомню нашим зрителям, посмотрело на двух каналах 22 миллиона человек. Вы знаете, я прошу прощения, я как-то общался с Марией Певчих, ну, она интересовалась там, так сказать, разными нюансами, так сказать, прошлой жизни. Ну, имеется в виду прошлой политической жизни, не моей личной. «Устройством государства» и так далее. То есть вот она готовила, видимо, эти фильмы, она мне в то время об этом не говорила. Но она интересовалась, она сказала, вы знаете, я вот смотрела ваше интервью с Гордоном, и она говорит, вот когда интервью закончилось, я так подумала, ну, что ж теперь после этого, что же мне теперь смотреть после этого? Вот её такое было высказывание. Так что, наш сегодняшний эфир. Окей, ну, это всё-таки довоенное такое было отравление. Мы сейчас вернёмся к фильму «Предатели». Я хочу вас спросить, Сергей Викторович, сегодня поступили сообщения о том, что арестованы в Киеве службы безопасности Украины люди из федеральной службы, из управления государственной охраны президента Украины, целью которых было убийство Владимира Зеленского. Как вы это прокомментируете? Закономерности, я думаю, что это, собственно, ну, как сказать, это отдельная история, вот как раз параллельно вышла такая новость, что в Европе, ну, собственно, спецслужбы находятся там в ожидании и так далее, разных терактов и так далее, и так далее. Ну, то есть, вы понимаете, то есть, это всё-таки за столько лет, там, за 25 лет Россия вот себя в этом смысле показала. И огромное, я скажу, что на Западе, если кто-то думает, что вот с войной в Украине вот всё поменялось, там эти все шпионские сети, они куда-то испарились или там иммигрировали в Россию, конечно, нет. И люди получали деньги, то есть, это только вопрос времени, то есть, они либо должны, там, уйти на пенсию, кто-то должен, там, я не знаю, умереть и так далее, но вот просто так это не разрушается. А что касается убийства Зеленского, ну, собственно, это вообще в начале войны, эта история, она озвучивалась, что там были специальные люди подготовлены, в Киев, захват, расстрел на месте и так далее. То есть, собственно, если вы думаете, что планы поменялись, конечно, нет. Я в это верю, я понимаю, что это так. И я очень рад, что какие-то там специальные службы Украины обезвредили, собственно, эту группу. Я уверен. Да, целую сеть. Сергей Викторович, у меня зеркальный вопрос. А вокруг Путина есть люди, которые, достойные люди, которые могут готовить нечто подобное. Я вас огорчу, нет. Тьфу, блин. Спасибо, интервью окончено. Да, я понял. Да, придется дожидаться, пока он либо помрет, либо в ГАГе окажется. Да. Хорошо. В июне планируют… Подожди, Олесенька, подожди, фильм «Предатели». Давай уже вернемся. А, ты хочешь сейчас? Ну, давай. Посмотрели вы три серии. Сергей Викторович, какие у вас мысли после просмотра? Ну, во-первых, это, конечно, не художественное произведение, то есть это не документальный фильм в прямом смысле, то есть это не фильм, который, я не знаю, претендует на пальмовую ветвь в Каннах. Это некое такое расследование, ну, собственно, в духе ФБК, а надо понимать, что ФБК – это не просто группа людей, которые там какие-то ролики снимают, а это, в общем, политическая такая партия в каком-то смысле, политическая сила, которая претендует на власть и так далее. Ну, поэтому, в общем, несмотря, если коротко, несмотря на какие-то там, скажем, ошибки, фактологии и так далее, и так далее, по сути, по сути, вот таким, знаете, «Окна роста» – это такой Маяковский, это же плакаты, это же вот всё просто. Пришли вот так, ну, может, те, не те, какая разница? Было? Было. Ельцина, вот, победил он в этих выборах, честно или нечестно? Ну, вопрос, считали голоса или не считали, не так важен. Вопрос, использовали вот всю государственную машину со страшной силой? Использовали. Деньги государственные использовали на финансирование предвыборной компании? Ну, да, пару миллиардов украли. Так мало того, мне Хоржаков говорил, что и Берлуско не дал бабки, и американцы дали бабки. Да нет, никто там, а американцы давали, да, 6 миллиардов. Но это другая история. То есть, короче, всё украли. Они не нужны были, просто вся государственная машина, вообще, предвыборный штаб – это никакой не Чубайс, там никто. Предвыборный штаб 96-го года у Ельцина – это его администрация и правительство. Вот это и есть предвыборный штаб, которые просто звонили в каждую деревню и говорили, вот так организовать, вот так и так далее. Потому что другие времена были. В деревнях были телефоны, было куда позвонить. Конечно, были поликлиники, телефоны, почта. То есть, это же при Ельцине ещё. Но если оценивать этот предмет, то есть, вот этот месседж, что первое – Ельцин был коррумпирован. Да, был коррумпирован. То есть, нельзя сравнивать, конечно, коррупцию Путина и Ельцина. Был коррумпирован? Конечно, был коррумпирован. Через детей, через семью, через знакомых, через аллигархов, через кого угодно. Был коррумпирован? Был. Он совсем этого не понимал? Ну, конечно, он понимал. И даже, собственно, приход Путина к власти – это тоже некая коррупция, это некий компромисс, что его дочка и нынешний её муж в тюрьме, как минимум, не окажутся. Это коррупция? Ну да, это тоже коррупция. Это важно, это показано. Это показано просто широким мазком, но это факт, это правда. Раздали всю собственность на залоговых аукционах? Ну, конечно, раздали. Там она говорит, что за 100 миллионов, но я вам скажу смешнее. А, нет, по-моему, она даже говорит, да, что деньги никакие не платились. Деньги не платились. Тут просто раздали. Я присутствовал, участвовал, отказался принципиально, сказал, не верю. Я сказал, что вот просто сразу после того, как там пройдут выборы, у всех всё поотберут и всех в тюрьму посадят. Сказал, не хочу участвовать, не хочу. Мне говорят, ну что ты хочешь, вот какое там, какое ты предприятие, какое гигантское, что ты такое вот миллиардное хочешь? Я говорю, не хочу ничего, ничего не хочу. Не верил в это. Ну вот, представляете, столько лет прошло, единственный человек, Мария Певчих, которая сказала, да, всё это украдено. Другой вопрос, какие последствия, ну хотя бы люди просто это поймут, ну услышат. Поэтому, в общем, и по приход Путина, и про всё остальное, ещё раз, это её интерпретация, это её агитационный ролик. Но, по сути, конечно, всё правда, так и есть. Продолжение следует...